Друзья, привет! Сегодня у нас на обзоре новинка от компании Tecna, модель POVA 4 PRO. Ранее я с гаджетами этой компании не сталкивался, а потому мне было интересно узнать, что из себя представляют смартфоны данной марки. И несмотря на то, что аппарат был предоставлен мне производителем, будьте уверены, как всегда, обзор будет максимально объективным. Я расскажу обо всех достоинствах и недостатках данной модели. Но забегая наперед, аппарат действительно интересный и достойный вашего внимания. Ну что, давайте начинать. Комплект поставки POVA 4 PRO хороший. В коробке вы найдете кабель на Type-C, блок питания на 45 Вт, силиконовый чехол и пленку на дисплей. Впервые вижу, чтобы пленка не была наклеена, но зато я смог оценить качество стекла, прикрывающего дисплей. Это Gorilla Glass 3, олеофобка адекватная, следов от пальцев не остается, скольжение хорошее, я доволен. Что касается чехла, то он довольно простенький, но свою функцию выполняет. На первое время его точно хватит. Теперь внешний вид. Смотрится POVA 4 PRO необычно и узнаваемо. Корпус из матового пластика, не маркий. Это хорошо. Не могу сказать, что дизайн универсальный. Он скорее напоминает какой-то геймерский аппарат. Выделяются очертания грани. Кажется, что они светятся неоновой подсветкой. Есть такой же красный вариант и серебристый. Лично мне именно последний кажется более универсальным. Пусть и менее броским. Но это понятно вкусовщина. Спереди отмечу каплевидный вырез под фронталку. Обычно сейчас уже делают круглый, но этот момент меня не напрягал. Нижняя кромка чуть толще остальных, но и сильно толстой ее не назвать. К примеру, Realme 9 PRO и PRO Plus в этом плане прямо выделялись не в лучшую сторону. У Tecno кромка нормальной толщины. Что касается габаритов, то управлять одной рукой можно, но потребуется некоторая сноровка. Размеры новинки я назову средними по текущим меркам. Вот он на фоне Nothing Phone 1. По разъемам все на месте. Type-C версии USB 2.0 и мини-джек. Есть и Always-On Display. Можно выбрать один из нескольких видов. Но вот значки уведомлений тут лишь на звонки и SMS. От приложений пиктограмм нет. Это не очень удобно. Сканер отпечатка пальцев находится в клавише питания. Работает просто идеально. Моментальная реакция. Разблокирует от малейшего касания. 10 баллов из 10. Отличная работа. Есть и разблокировка по лицу. Также никаких претензий к ее работе не имею. Скорость хорошая. Не подглючивает даже после нескольких подряд активаций. Далее дисплей. 6,7 дюйма. AMOLED. Full HD+. 90 Гц. Скажу так, для данного класса дисплей достаточно хороший. По картинке у меня вопросов нет. Цвета сочные, углы обзора хорошие. Все в порядке. Глаза при использовании не устают. Скорее всего еще и потому, что тут на удивление хорошо с показателем коэффициента пульсации. На всем диапазоне яркости он от 5 до 20%. Так что проблем с шим тут никаких. Многие флагманы позавидуют такому результату. Текно молодцы. Касаемо герцовки, скажу, что 90 Гц тут наверное оптимально. 120 перегрузит железо. А разница с 60 заметна. Скролл достаточно плавный. Шлейфы конечно немного заметны, но еще раз, это точно лучше, чем 60 Гц. Минимальная яркость белого поля 1,8 кандел на метр квадратный. У AMOLED обычно в районе единицы. Максимальная во всех режимах 800 нит. Это довольно хороший результат. При том, что заявлено вообще 500 нит. На ярком свету аппарат дополнительно ее не повышает. Но опять же, в рамках сегмента это нормальный результат. Вибро также неплохое. У новинки заявлен более продвинутый Z-осевой линейный вибромоторчик. Не ждите тут флагманского постукивания, его естественно нет. Но моторчик тут не базовый. Чем-то напомнил Poco X3. Выключать точно желания не возникает. И к примеру он получше, чем на Xiaomi 12 Lite. Что со звуком? POVA 4 Pro имеет стереодинамики. Вырезы на нижней и верхней грани. Громкости с запасом. Звучание вполне приятное. Не ждите от него звучания стереоколонки. Но для своего класса у меня претензий к звучанию нет. Вообще пока новинка радует. Идет неплохо. Но что по железу? POVA 4 Pro работает на чипе Helio G99. Процессор довольно новый. Вышел в конце мая 2022 года. И выполнен по 6-нанометровому техпроцессу. Оперативки 8 гигабайт. Постоянный 256. UFS 2.2. В тесте скорости памяти POVA обошел Xiaomi 12 Lite. В Antutu новинка выбивает 380 тысяч баллов. За 3 прогона результат не падает. Троттлинг тест показывает совсем небольшой нагрев. Лишь 35 градусов на батарее. И пиковая производительность равна средней. Понятно, что чип не самый мощный. Поэтому рассчитывать на игру на топ настройках не стоит. Но в довольно тяжелый Shadowgun Legends я 30 минут играл на высоких настройках графики. И проблем не испытал никаких. Поначалу FPS был в районе 70. То есть аппарат не лочит FPS, на 60. Через пару минут традиционно для этой игры он упал до 60. И держался так 10 минут. Ну а затем уже плавно опускался до примерно 45 кадров. Играть совершенно комфортно. При этом реально заметна работа над охлаждением. Для отвода тепла применяются специальные графитовые пластины. И это работает. Максимум я получал 41 градус на батарее. Корпус самого телефона оставался едва теплым. Я доволен. Кстати, за 30 минут непрерывного боя ушло всего 8% батареи. Это реально мало. Сразу после, не давая остыть, запустил тяжелейший Genshin Impact. Ну, тут дела обстоят хуже. На средних настройках аппарат выдает 20-25 кадров. Графику хочется понизить. Во время боя сильно заметны фрезы. Опускаем до минимальной и получаем в районе 30-33 кадров. Играть можно. Нагрев, кстати, не изменился. Все так же 41 градус на батарее. Genshin, конечно, для этого аппарата тяжеловат. Но в менее требовательные игры получится поиграть на средней, а иногда и на высокой графике. Касаемо интерфейса, отмечу, что идеальной работу не назову. Подлагивания бывают. Но раздражение работа по V4 Pro не вызывает. Я бы сказал, что тот же Samsung A52 работал хуже и бесил меня значительно больше. К примеру, при разблокировке тут вообще нет лагов. Телефон сразу готов к работе. Но подергивания вы замечать, конечно, будете. Из того, что отметил, если опускать шторку из центра экрана, анимация подергивается. А вот если тянуть сверху, все довольно плавно. В общем, есть моменты, но не скажу, что они прямо напрягают. А еще на самом деле порадовала сама оболочка. Это HiOS, основанная на Android 12. На удивление проработанная система. К примеру, есть смарт-панель. Вызывается свайпом с удержанием от боковой грани. Отсюда вы можете запустить наиболее важные приложения, которые используете чаще всего. Есть режим картинка в картинке. К примеру, можете запустить YouTube в маленьком окне, а сами переписываться с кем-то в Telegram или читать новости. Есть детский режим. Выбираете ограничения по времени, ограничения на размер трафика, добавляете нужные приложения, и можно отдавать телефон ребенку. Выйти без пароля отсюда не получится. Есть клонирование приложений. Тут лишь мессенджеры, а также игровой режим. В системе довольно много жестов. Вы сами можете настроить то или иное действие по свайпу одним или двумя пальцами, по щипку и так далее. Плюс есть жесты на заблокированном экране. Запуск камеры, фонарика или любого выбранного приложения. Да и в целом интерфейс выглядит очень неплохо. Багов я не замечал. Мне понравилось. Будь тут процессор на уровне Snapdragon 778G, было бы совсем хорошо. А вот к чему претензий нет вообще никаких, так это к автономности. 6 нанометров и батарея на 6000 мАч буквально творят чудеса. Сначала настроенный POVA 4 PRO просто лежал у меня сутки, подключенный к Wi-Fi. Потратил за это время 3% батареи. В среднем же, при довольно интенсивном использовании, он жил у меня по двое суток, при 8-9 часах работы дисплея. И это при том, что я полностью отключил все режимы энергосбережения. А настроек тут очень много. Если переборщить, то можете остаться без уведомлений. Или получать их с задержкой. Но покопаться явно будет интересно. Уверен, при желании время работы получится продлить на еще большее. Единственное, что я так и не смог решить, при получении уведомления телефон вибрирует, сообщение появляется на экране блокировки, но экран в момент его получения не загорается. Возможно, надо еще покопаться в настройках. Заряжается аппарат быстро. 34% за 15 минут, 69% за полчаса и 89% за 45 минут. Плюс есть реверсивная зарядка по проводу на 10 Вт. К примеру, вы легко можете зарядить свои наушники Type-C кабелем. Далее камера. Модуль на 50 мегапикселей с f1.6, без оптического стаба. Плюс вспомогательный АИ модуль. Для наглядности сравним снимки с Xiaomi 12 Lite. В хорошую погоду оба снимают достойно. HDR отрабатывает корректно. На тек на чуть меньше угол. Иногда чуть больше шумов. Но разница незначительная. А к тому же проявляется далеко не на всех снимках. Если же снимать в помещении, то отличия вообще сложно заметить. Тут уже и уровень шумов на одном уровне. Так что по фото части POVA 4 PRO меня совершенно устраивает. Жаль только нет широкоугольного модуля. Ночью между авто и ночным режимом очень сильная разница. Я бы рекомендовал снимать всегда в ночном. Да, кадры более искусственные. Но по четкости и яркости картинки разница очень заметная. Аппарат хорошо борется с пересветами. Не дает лишних шумов. Достойно. Ну и для сравнения снова пара кадров с Xiaomi 12 Lite в ночном режиме. Как видим, очень близко. А по шумам иногда POVA 4 PRO даже впереди. В общем, по фото части камера тут действительно очень адекватная. В плане видеосъемки же новинка не удивляет. Снимает максимум в 2К 30 фпс или в 1080p 60 фпс. Ни в том, ни в другом случае нет цифровой стабилизации. Она есть лишь при активации специального режима, который еще больше кропает картинку. В общем, для съемки видео аппарат точно не лучший. Следующий тест. Запись видео в 1080p 60 FPS. На Tecno POVA 4 PRO. По беспроводным интерфейсам порядок. Прием 4G Plus хороший. Сигнал новинка также ловит хорошо. Есть NFC для бесконтактной оплаты. Поддержка в LTE и Bluetooth 5.0. Есть и запись разговора из коробки. Причем, в отличие от Google звонилки, тут нет голосового уведомления о начале записи. Датчик приближения работает отменно. Вообще никаких сбоев за все время использования. По части связи к аппарату просто ноль претензий. Слот под симки, кстати, тройной. Поддерживается одновременная установка двух сим и карточки microSD. Заявленной влагозащиты нет, но резинка на слоте имеется. Так что думаю, дождь аппарату навредить не должен. Цены. Tecno POVA 4 PRO только поступил в продажу. Официальная стоимость 23 тысячи рублей за версию 8.256. Это цена за RST аппарат с официальной годовой гарантией. На мой взгляд, стоимость вполне в рынке даже на момент выхода. А в будущем, думаю, можно будет попасть и на какие-то акции и скидки. Tecno POVA 4 PRO оставил приятное впечатление. Хороший комплект поставки. Адекватный 90-герцовый дисплей без проблем с шим. Нереальная автономность. Быстрая зарядка. Продуманная оболочка. Стереозвук и неплохое вибро. Да и камера по фото части вполне на уровне. Из минусов отмечу весьма посредственную видеосъемку. А также некоторые подлагивания интерфейса. Все-таки процессор тут пусть и энергоэффективный, но не самый мощный. Подводя итог, могу рекомендовать данный смартфон к покупке. По совокупности своих свойств это весьма адекватное устройство. А что думаете вы? Пишите свои мысли в комментариях. Подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. До скорого!